Станислав Листопад В этом районе террористы использовали тяжелые 120-мм минометы. По предварительной информации, пострадавших в результате ночных обстрелов нет. За минувшие сутки на Донбассе один украинский военнослужащий погиб, двое получили ранения. В штабе антитеррористической операции зафиксировали 16 обстрелов. На Луганском направлении боевики из минометов били по Крымскому. На поступах к Светлодарску российские наемники открывали огонь из пулеметов. На Донецком направлении возле Песков обстреляли защитников Украины из тяжелых минометов, танков, гранатометов и пулеметов. Также оккупанты вели огонь из минометов по позициям сил АТО возле Водянова, Авдеевки и Каменки. Международная экспертно-журналистская группа «Беллинкет» опубликовала интерактивную карту обстрелов, которые осуществлялись из России по территории Украины летом 2014-го. По данным экспертов, за лето 2014-го года артиллерийские подразделения вооруженных сил России обстреливали украинскую территорию по меньшей мере 149 раз. Еще 130 локаций расценили как вероятные позиции артиллерийских обстрелов. Эти атаки могут рассматриваться только как военные действия России против Украины, считают эксперты. Всего исследователи определили сотни огневых позиций, их искали вручную благодаря снимкам определенных участков. И сейчас вы видите кадры одного из таких роликов. Он был размещен российским пользователем в Ютьюбе в июле 2014-го. На нем обстрел территории Украины градами из Гукова. Точно установить геолокацию, откуда вели огонь, помогло то, что в сетях было несколько видео этого обстрела. Чтобы эти улики не были удалены, украинские пользователи сохранили их на своем канале. Поддержка Донбасса и политическое давление на Россию со стороны стран Большой Семерки. Об этом договорились на встрече в Киеве министры иностранных дел Украины и Канады. Как сообщила глава канадского МИГ Христия Фриланд, Украина получит почти 8 миллионов долларов гуманитарной помощи для Донбасса. Кроме того, по ее словам, Канада намерена продвигать интересы Украины во время своего председательства в Большой Семерке в 2018-м. Павел Климкин сказал, что во время двухдневного визита в Фриланд обсудят вопросы, которые вынесут на рассмотрение следующего саммита G7. То, что Большая Семерка может сделать в смысле усиления давления на Россию, и это касается как оккупированного Донбасса, так и оккупированного Крыма. Мы говорили о санкциях, о политическом давлении, о безопасности, в том числе продаже оружия. Это один аспект. Второй – это особое партнерство Семерки в отношении Украины. Оно функционирует на уровне послов, на министерском уровне, и это не только министры иностранных дел. Мы понимаем, что для международного права важно отстаивать украинскую независимость, отстаивать украинский суверенитет, легальные границы Украины. И откровенно подчеркивать нелегальную российскую агрессию против Украины. Канада солидарна с вами, и я знаю, что наши коллеги в Большой Семерке тоже солидарны, и мы не забываем об этом вопросе. Апелляция на продление меры пресечения фигурантам симферопольского дела Хизбут-Тахри рассматривается в Верховном суде оккупированного Крыма. Ранее оккупационный суд продлил срок ареста Эмилию Джимаденову, Рустему Исмаилову, Айдеру, Салидинову, Теймуру и Узаиру Абдулаевым до 11 февраля. Религиозная организация Хизбут-Тахрир признана прокремлевской властью террористической. Книгу крымского журналиста Николая Семены, осужденного оккупационными властями полуострова, представили в Киеве. В ней собраны статьи, опубликованные на сайте Крым Реалии с апреля 2014 года по апрель 2016. Называется книга «Крымский репортаж. Хроники оккупации Крыма 2014-2016». Инициировали ее выход ряд правозащитных организаций с согласия «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода» при поддержке Министерства информационной политики Украины. Это «Хроника оккупированного Крыма». Удачно названа, действительно, хроника, все последовательно. Кроме того, можно было бы назвать эту книгу энциклопедией оккупированного Крыма, потому что здесь охватывают все аспекты. И военные, и с правами человека, и состояние здравоохранения, экономики. Одним словом, все. Если человек ознакомится с этой, ну, полностью прочитает эту книгу, больше ему ничего объяснять не надо. Все понятно, что произошло в Крыму. Как этот полуостров с 21 века опустился на советский период, примерно в 30-е годы прошлого столетия. Мы на следующий год собираемся перевести эту книгу на английский язык в планах Министерства, чтобы эта книга была передана посольствам других стран в Украине. И таким образом, чтобы о публикациях Николая узнало как можно больше людей в мире при помощи представителей посольств. Окупационные власти обвинили Николая Семену в призывах к нарушению территориальной целостности России. Обвинения против украинца были основаны на статье, написанной для сайта «Радио Свобода» в 2015 году. По решению подконтрольного Кремлю суда Симферополя, украинец получил 2,5 года условно и запрет заниматься публичной деятельностью сроком на 3 года. МИД Украины, правозащитники и журналистские организации считают преследование Семены политически мотивированным. И к международным событиям. У здания апелляционного суда Греции в Афинах произошел взрыв. Детонировала самодельная бомба, сообщает местная полиция. Инцидент произошел около трех часов ночи. По словам правоохранителя, от взрыва в здании повылетали окна данных о раненых и погибших нет. Кроме того, ночью у здания суда произошла стрельба, заявил министр юстиции Греции. По его словам, целились в охранника, который был на дежурстве. Из-за ночных событий суд сегодня не работает. Здание оцепили. Сторонники независимости Каталонии набрали большинство на выборах в местный парламент. У них 70 из 135 мест. Таковы результаты подсчета 90% голосов. Вот так на оглашение предварительных данных отреагировали в штабе партии «Вместе за Каталонию». Она набрала больше всего голосов среди политсил, которые выступают за независимость. Партия получит 34 кресла в местном парламенте. Ее лидер и бывший глава местного правительства Карлос Пучдемон призвал испанские власти вернуть региону статус автономия и пообещал вернуться из Бельгии в Испанию. 32 места, согласно предварительным результатам, у левых республиканцев Каталонии. 36 мест получит центристская партия граждан, которая поддерживает единство Испании. Такой результат на местных выборах противники независимости получают впервые. И легкий, быстрый и многоцелевой вертолет Ми-2, модернизированный на предприятии «Мотор Сич», пополнил авиационную базу Национальной гвардии Украины. Его смогут применять для перевозки пассажиров и грузов, а также для выполнения боевых задач в качестве легкого штурмового вертолета. Про первый полет в репортаже наших журналистов. Новая спутниковая навигация, обновленный фюзеляж и топливная система. Специально для нужд Национальной гвардии машиностроители заменили капоты, доработали систему управления, усовершенствовали двигатели. Это чудовая машина. Это прекрасная машина. Сейчас будем ее испытывать. Я уверен, что с помощью современной техники мы сможем выполнить все задачи, которые поставлены перед Национальной гвардией Украины. Модернизация и установка запорожских двигателей существенно улучшили показатели машины. Теперь вертолет потребляет меньше топлива, на треть возросла дальность полета, на 20% грузоподъемность. Эта модель обязательно будет использоваться по всем направлениям, в том числе по обеспечению управления силами, которые находятся в зоне АТО, в Донецкой, Луганской областях и в Крыму. На службе у Нацгвардии более двух десятков вертолетов. В нынешнем году авиастроители модернизировали и передали еще пять единиц техники. Порядка двухсот вертолетов, которые можно восстанавливать. И мы эту работу делаем. А в хорошем состоянии 70 вертолетов. Техника запорожских специалистов задействована в миротворческих миссиях ООН в разных уголках планеты. Гарантия от 8 до 12 лет. В наступающем году в Запорожье выпустят вертолеты для государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Мария Александрова, Константин Кот, Запорожье, ЮЭй ТВ. На этом пока что все. Следующий выпуск через два часа. Все повторы можно найти на Фейсбуке и Ютьюбе. Оставайтесь ЮЭй ТВ и будьте в курсе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова